Всем привет, наши друзья и гости нашего канала. И Димочка у нас такой наряд. Сидит, что-то собирает. Уже прямо так осознанно собирает. Да, Димочка? Если еще раньше он особо не понимал, что с этим делать совсем. Еще буквально месяц-полтора назад, да? То сейчас он уже что-то там пытается построить. В принципе, вот, она же тут построила. Да, кстати, вчера к нам приходил врач, педиатр. Посмотрел Димину штучку какой-то там под губой. Вот, прописал другое лекарство уже. Наш педиатр одно лекарство, оно другое. Иногда ощущение кажется, как будто они деньги на нас делают. Вот, ну мы пока не стали то лекарство. Да. Не стали пока покупать то лекарство. Я решила попробовать по-своему полечить. Вроде сегодня вот уже поменьше стало. Там прям уже образовалась, от того лекарства образовалась уже корка. Были у нас просто аллергия, как бы. И последствия вируса, она сказала. У нас был вирус с месяца назад, который подцепил Дима в магазине. Бабушка, моя свекровь, повела его в магазин. И там он подцепил вирус. И вот мы там прям вообще такой вирус был. У меня 3, наверное, 4 была температура. Понос, горло. Кашель, рвота. Это бы вообще что-то, нечто. У меня 3, наверное, боролись. Потом, наконец, температура потихоньку начала сходить. Понервничала я тогда прям вообще ужасно. На камеру, конечно, снимать все это не стало. Ребенок болеет. Ну, ладно. Вот ваши комментарии приходят мне. Кто-то написал. В этот момент. Вот. И потом через 2 недели вот. Да, через 2 недели вот появилась такая штучка. Вот мы до сих пор все лечим и лечим. Да, Димочка? Кройка, оказывается, просто не знала, что дети болеют. Вирус зимой могут подцепить грипп. И все такое. Поэтому повела в магазин. Хотя каждый раз ей говоришь, не ведите в магазин ребенка. Не надо. Там вирусы, вирусы. Не надо. У тебя падает, что ли? Плохо держится, да? На это что еще? Такую картоночку я оставила. Она, кстати, открывается. Что-то падает все равно, да? Она такая плотненькая. О, что-то типа там прям строят. Да, малыш? Ну вот нам сказали, что это аллергия, последствия вируса и, возможно, то, что слюни там у него вытекают. Ну, аллергия, ну, блин, я даже не знаю на что. Все продукты он ест все те же самые, но она не проходит. Дима, переверни ее. Другой стороной. Вот так вот. Ставь. Вот, ставь. Ровненько ее поставь. Ой, да. Ровненько поставь ее просто. Господи. Чуть как башня, которая падает у тебя. Ровно ее поставь, и она. Во, молодец. Вот аллергия просто у ребенка не может быть. Не на что просто быть. Продукты он ест все те же самые, которые всегда я ел. Ничего нового мы не давали. Но, тем не менее, она вот вроде что проходила. То нет, то нет, то да, то нет. А в поликлинику идти мы не можем, потому что у Димы нету. Мы не делали прививку от гриппа. А там наверняка могут быть дети, которые больны гриппом. Поэтому мы не пошли. И потом вот этот еще вирус появился. Коронавирус этот. И мы решили не идти, а потом вот видите, у него уже почти корочкой она была. Сейчас ты уже лучше. Да, Димечка? Переверни. Вот так, да. Ты прям какую башню интересную строишь. Оп, молодец. Это окошко. Окошко. Кто это на меня смотрит? Камера. Дима смотрит, а? Камера. Дима. Ой, Дима в окошке. Дима в окошке. Да, вот такие, скажи, у нас дела. Лечимся, мы лечимся. Да, надо сверху что-нибудь прикрепить на нее. Штучку вот эту. Возьми сверху на нее. Прикрепи. Вот одну, нет, не так. Одну часть. Подожди, отпусти. Одну часть. Вот-вот. О! А другую часть вот так вот. Туда. Снизу ее тут надо. Ой, господи! Все сломала мама. Прикрепили. А самолет? Куда ты будешь крепить? Самолет, покажи, какой у тебя красивый. Какой большой самолет. Это конструктор как раз для малышей. Как Дима. Я вот сейчас сижу и при себе думаю, вот бы нам побольше такого конструктора. Еще там пачек 5, например. Чтобы можно было что-то там свое придумать. Собрать. Что-то необычное. Такой он, кстати, классный конструктор. Крепится он хорошо. На него был маленький обзор, по-моему, Дима делал. Там на канале есть где-то. Он плотно крепится, хорошо держится и снимается хорошо. Это, по-моему, Лего у нас. У нас Лего, да. Вот он, Лего Дупла. Кто тебе подарил его, Дим? Дима, Дима. Нет. Баба Лили. Нет. Кто тебе подарил? Баба Лили. Нет. Баба Лили. Настя. Настя? Настя тебя подарила. Ну, он не ставится туда, наверно, Дима. Это еще. Короче, вот так мы играем. Сейчас у нас это все затянется на целых 10 минут. Упал. Упал. Такое главное, тут развитие событий. Уже прибавились животные, коровы, носорог. Жирафы вот должны привезти сейчас. Жираф. Жираф где? Везешь? На самолете. Потерялся жираф по дороге, да? И прискакал сам. Я вот дам я сюда. Я вот дам я сюда. Заборчик вот тут вот. И они вот так вот заборчиком у нас вот тут жили. Вот заборчика, кстати, не хватает прям. Чемодан съел жираф. Да? Носки, зерк, три. Придавливай его прием. Придавь его. Вот. Сильней. Все, там больше ничего нет? Молодец. Ты маме помог, сына? Ой-ой-ой. Все там падает по бокам у тебя. Все, пойдем. Короче, на этом карантине... Так, сейчас... Опа. Время вон сколько. Короче, у меня начинается жор. Я уже третий-четвертый день замечаю, что у меня конкретный жор. Я не могу. Мне надо постоянно что-то поесть. Я не могу остановиться. Это просто, не знаю, это кошмар какой-то. То мне нужны орешки, то мне нужны конфетки, то шоколадки, то чипсы, то... Блин, это вообще-то просто кошмар какой-то. Я разрезаю его пополам, думаю, съем только чуть-чуть. Но сейчас я чувствую это. Захочу еще больше. Я очень люблю такой сыр. Именно когда расплавился он. Такое там... Бывает, если передержишь, то вот тут очень сильно запекется. И, короче, его от тарелки отмыть очень сложно. Короче, я сейчас буду кушать. До этого я уже зефирку съела. Ну, правда, не целый кусочек остался. Ой, еще до этого я банан съела. И прям вообще что-то не могу. У меня такой жор конкретный просто.